Это был своего рода ритуал, ритуал попрания ногами, ритуал попрания ногами прежней власти, чтобы дать возможность современной власти, показать, что отцы и дети – это разные люди. Отцы и дети – это вечный вопрос, который отныне в России существует. Оккультные игры и оккультные пристрастия большевиков В январе 1924 года умер основатель и вождь оккупационного большевистского правительства, утвердившегося на местах в России. Не везде, но, однако же, в центральной части. Официально 21 марта 1924 года после переговоров Сбарского с создателем и руководителем ВЧК ОГПУ Дзержинским было принято решение приступить к бальзамированию, которое потом оказало огромное влияние на всю огромную землю России. Почему решили все-таки бальзамировать тело Ленина? Официальная версия потоки писем, оказывается, от граждан, телеграммы об увековечивании памяти вождя – это потоки писем от расстрелянных массами, миллионами расстрелянных по приказу Ленина. Так вот, от них потоки писем и телеграммы с того света, вероятно, просьбы оставить тело Ленина нетленным, сохранив его на века, чтобы ваши правнуки и проправнуки помнили, как убивали вас, тех, кто писал телеграммы. Но, однако же, писем таких в архивах не обнаружено. В письмах предлагалось лишь увековечить память Ленина в грандиозных сооружениях и памятниках. Мы теперь уже, когда мы выросли, уже какое поколение после смерти Ленина, мы знаем хорошо, как и кем пишутся эти письма. Уж не, как не угнетенным народом, это точно. Уже ко дню похорон Ленина, причем кто это был на самом деле, неизвестно. До сих пор Ленина ставится в кавычках. Итак, ко дню похорон 27 января 1924 года в центре России, В центре Москвы, на Красной площади, появилось тратное здание. Здание сразу было задумано в классической форме пирамидального зеккурата. Вот они полезли, полезли оккультисты, полезли наверх, чтобы их заметили, чтобы поняли, кто берет власть над Россией. Итак, зеккурат оккультного сооружения, известный историкам из истории древнего Вавилона. Оно трижды перестраивалось, пока в 1930 году не получил окончательный вид. Здание, где мумифицированный труп Ленина выставлялся на всеобщее обозрение, стало именоваться Мавзолеем. Рядом с Мавзолеем в Кремлевской стене было устроено кладбище выдающихся деятелей коммунистического движения, кладбище. Где они еще могли быть похоронены, кроме как не на символе власти. Кремль – символ власти. Около Мавзолея был учрежден так называемый пост номер один. По всей стране это был пост номер один с почетным караулом. Торжественная смена этого караула стала важнейшей частью атрибутики большевистского государства. Мавзолей стал местом, куда большевики организовали посещение граждан страны и зарубежных гостей. Его посетили не менее 110 миллионов человек. Начиная со своего сооружения, Мавзолей использовался как трибуна, на которой появлялись деятели Политбюро и Советского правительства, а также почетные гости во время различного рода торжеств на Красной площади. И все стояли ногами на Ленине, на вожде, на том, о ком страна хотела помнить, чтобы и про правнуки помнили. Так вот на нем стояли все живые правители своими ногами. Помни, каждый правитель, кому ты обязан своим управлением над рабски покоренным народом этой земли. И они помнили, и они вытирали заново и заново свои новенькие ботиночки у ступени и площадку прямо над гробом вождя. Это был своего рода ритуал, ритуал попрания ногами. Ритуал попрания ногами прежней власти, чтобы дать возможность современной власти. Показать, что отцы и дети – это разные люди. Отцы и дети – это вечный вопрос, который отныне в России существует. Родители не понимают детей, а дети не понимают родителей. Потому что так задумала власть. Каждое обучение следующего поколения, оно разнится с обучением предыдущего. Каждая мораль предыдущего поколения разнится с моралью будущего поколения. А в этом зарыта собака, которая грызет и огрызается, лает и скулит. Это и есть отношения отцов и детей, заложенные вот здесь, на этой площадке мавзолея, где молодое управление, молодые правители попирают ногами того, кто дал им власть в руки. А дети попирают, соответственно, родителей, которые дали им жизнь. Несправедливо? Да. Но это ритуал. Это ритуал попрания ногами, чтобы молодым взобраться на спины старикам. И с высоты их плеч видеть все вдаль. С трибуны мавзолея к участникам парадов обычно обращался с речью генеральный секретарь коммунистической партии. Что такое партия? Назвали и заставили верить. Назвали и заставили уважать. А раньше знать не знали, что это такое. Однако же выдумка, она с атрибутикой, и она всегда входит в мозг детей. С этого начинается воспитание. Помимо мавзолея, за годы Савдепии прошли бесчисленные парады и демонстрации трудящихся на деле бесправных рабов большевистской системы, сотни миллионов, скорее даже миллиарды людей, все вместе, мумия и мавзолей, мавзолей из красного гранита, являлись самым важным, самым значимым, самым знаковым атрибутом большевистского государства. Соответственно, вы понимаете, да, не будет мавзолея, не будет большевистского государства, не будет этой бесчеловечной системы, уничтожившей сотни миллионов русских и других народов нашей земли, России. Сегодня мы ее называем Россия. Но раньше она имела абсолютно другое имя. Для того, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, мы называем эту землю Россия. Но пришло время, и коммуна большевистская ложь стала очевидна. Злобный дурман рассеялся, мир освободился от наваждения. История СССР обнажила чудовищные преступления, совершенные против человечества и, в первую очередь, против русского народа. В 1991 году Советский Союз исчез, а вместе с ним исчезли многие атрибуты. Политические структуры, КПСС, ВЛКСМ, государственная символика, наглядная агитация, памятники, музеи революции и прочее. Даже улицы, города, носившие имена деятелей, постепенно стали исчезать. Но не все начали эту эпопею с переименовыванием улиц и площадей государств и закончили. Вот, допустим, Калинин. Город Калинин, который был Тверью, стал Калининым во времена Сталина. Потом снова стал Тверью. Калинин любил Сталина, а Сталин очень любил Калинина. Калинин боялся Сталина, а Сталин не боялся Калинина, но ревновал. – Ревновал? – Калинин ведь взял и омолодился однажды. – Да, такое тоже бывает. Он захотел омолодиться. Он пересадил себе яичники от шимпанзе, якобы, или от другого молодого человека, мы не знаем. Этим и занимался профессор Воронов. Профессор Воронов, который жил большую часть во Франции, на окраине городка Монтон. Это конец Франции перед въездом в Италию. Кот-д'Азюр. И там до сих пор стоит его огромнейшая вилла, где он держал орангутангов. И не только. И не только. Поэтому это было возможно только в красном, кровавом государстве. Все остальное, что не только. В Европе это было пока невозможно. А чтобы это было возможно, то те самые лорды ехали в Советский Союз. С гарантией, конечно, что Сталин их выпустит. Кого выпускал, а кого нет. Так вот, ехали они в Советский Союз, и там им делали пересадку органов. Ну, кому-то от шимпанзе, а кому-то и от других живых сущностей. Итак, мавзолей на Красной площади, у которого был пост номер один СССР, все еще стоит. Значит, все это действует. Та самая большевистская страшная кампания против людей на земле. С большим флагом, что это ради людей и ради любви к ним. И лежит там, в этом мавзолее, мумия вождя мирового пролетариата. И до сих пор продолжают проходить парады и демонстрации. То есть, отдается честь. А новая власть, которая не имеет якобы, обратите внимание, якобы, никакого отношения к прежней власти, она так же, как и прежняя власть, стоит и попирает вождя мирового пролетариата. Попирает ногами. Вы теперь понимаете, почему правительство попирает ногами вождя мирового пролетариата? То есть, пролетариат под ногами у правительства. Ну, все же понятно, да? Все очень легко и просто. Настолько просто все понятно. Я думаю, что здесь вы понимаете, о чем идет речь. И мавзолей открыт для посещения. И в Зекурате есть такая щель, выбоина, которая ловит как раз души некоторых людей, которые, ну, не вполне здоровы, скажем, слабы. И души их еле держатся в этом теле. И Зекурат может поймать душу. Но это часть ритуала. Там оно происходит или нет, друзья? Это ведь каждый из вас может сам решить в силу своей образованности и менталитета, конечно. Мавзолей сегодня продолжает оставаться режимным объектом. Охраняемым. Нет, друзья, не сторожами, как в музее. А федеральной службой охраны. Той службой, которая охраняет президента. Той службой, которая охраняет высших лиц государства и места их нахождения. Само посещение мавзолея регулирует ФСО. Все это вы можете прочитать на табличках, которые вывешивает ФСО. В настоящее время мавзолей открыт для доступа каждый вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов. Доступ в мавзолей и к захоронениям у Кремлевской стены осуществляется через контрольно-пропускной пункт у Никольской башни. При посещении мавзолея запрещается иметь при себе фото и видеоаппаратуру, мобильные телефоны с фотокамерой, сумки, крупные металлические предметы и бутылки с жидкостью. Производится проверка металлодетектором, еще раз выделенным шрифтом, что запрещено. Запрещено иметь видеокамеру, видеоаппаратуру и фотоаппаратуру. Мобильные телефоны с фотокамерой, сумки, крупные металлические предметы и бутылки с жидкостью. Проводится проверка металлодетектором. Это что же такое? Важное, ценное, тайное там находится. Но мы привыкли. Мы привыкли, мы даже не задаемся такими вопросами. Потому что мы понимаем, мы родились с этим пониманием. Живем, жили и продолжаем жить. Что так и должно быть. По-другому быть не может. Одно для нас понятно и ясно, что продолжая оставаться иным воплощением большевистской оккупационной системы, нынешний россиянский режим позволяет себе отказаться от многого, почти от всего, что как-то увязывает его с Авдепией. Но это сооружение и его мумифицированное содержимое, достойное жутчайшего фильма в жанре хорро, остается незыблемой частью какой-то невидимой, паукообразной, дьявольской системы, которая намертво присасывается к каждой живой душе, рожденной на этой земле. Я Таня Карацуба Сеидбургхан опубликовала эту запись в январе 2012 года.